Привет, с вами Вилсаком, я на стенде Microsoft Xbox на Electronic Entertainment Expo и сегодня хочу поговорить с вами о нулевом дне, когда компания показывала свою презентацию, как она видит свое ближайшее будущее. Много интересного, честно говоря, кое-какие вещи очень удивили, и я думаю, что вам тоже будет интересно. Поехали! Ищешь идеальную подработку? Зарабатывай вместе с Бринго. Подробная информация в описании. Смотри видео Вилсаком с Е3 и выиграй 50 тысяч рублей на технику Apple. Подробности все там же в описании. Удачи! Microsoft начали с Halo 5, хотя они и потеряли Bungo, они сохранили этот IP, но, наверное, это тот случай, как со Star Wars. По барабану, кто делает игры, кто снимает фильмы, это Star Wars. Но, правда, Halo не везет. Я тут смотрел сериальчик по этой вселенной, это был какой-то кромешный ужас. Тем не менее, игра обещает быть крутой, там много всякого разного интересного. Но, вы знаете, не зашел мне этот сеттинг, эта вселенная вот совсем. Этот Master Chief какой-то очень американский, очень странный, очень тупой, на мой взгляд, подход. Ну, может быть, я ошибаюсь. Напишите в комментариях. Я знаю, что есть любители, которые штыки воспринимают и такие, да ты ничего не понимаешь, ты вообще кто такой, ты что делаешь на Е3, иди рассказывай про iPhone. Ну, вот, делюсь своим мнением, что. Вы сидите, смотрите на YouTube, а я стою на Е3, меня приветствует толпа. Вот такая вот фигня. Но Halo мне не нравится. Наверное, стоит пояснить, не все поймут сарказм, скажут, зазнался, охренел. В общем, это был сарказм. Следующая игра Record, новая IP, эксклюзив. Мне кажется, что очень забавная. По крайней мере, вот это взаимоотношение девочки с неким существом или с ядром, оно выглядит достаточно интересным. Будем поиграть. И вообще мне нравятся вот эти, когда сюжетные ходы завязаны на взаимоотношении чего-то с чем-то, как, например, The Last of Us, да, или как, например, да что угодно. Все хорошие игры, как правило, про отношения. И в этом смысле Microsoft бьет точно в цель. Если делают все качественно, то получится конфетка. Обратная совместимость Xbox One с Xbox 360, о чем мечтали многие. Ну, наверное, многие мечтают о обратной совместимости PS4 с PS3, или даже, скорее, с PS2, так, чтобы диск вставил и играй. Но, тем не менее, Microsoft идет правильной дорогой. Пока среди тайтлов какая-то хрень. И я даже грешным делом подумал, что компания просто пукнула в лужу, потому что то, что заявлено как стартовая линейка, не лезет ни в какие ворота. Но, оказалось, нужно, чтобы издатели дали добро. Больше от них, собственно, ничего не требуется. Не нужно портировать, это нативная поддержка. Поэтому до Рождества, до праздников, к концу года обещают, что это будет огромное количество тайтлов, и вы сможете поиграть в любимые игры. Их не так много, но вот, например, у меня скопилось около сотни дисков для Xbox 360. Я не шучу, 100 дисков вот настолько у меня скучная жизнь. И что мне с ними делать? Выкидывать, продавать жалко. А так я смогу купить Xbox One и переехать туда с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому ребятам респект за этот смелый шаг. И нужно понимать, что компания на этом может потерять, потому что переиздать что-то намного выгоднее, чем вот так вот дать просто всунуть диск и играть. Молодцы. Ну, и Microsoft нужно что-то делать, как-то суетиться, потому что пока они отстают от PlayStation. И, ну, молодцы. Это смелый и, главное, правильный, на мой взгляд, шаг. А вот дальше показали нечто странное. Xbox Elite Wireless Controller. Беспроводной элитный контроллер за 150 долларов. Да, у него куча всяких кастомизированных возможностей. Снял стики, поставил другие, поменял и так далее. Всякие дополнительные бамперы и прочие лепестки под геймпадом. Но 150 долларов, мне кажется, ниша эксклюзивных или, скажем так, специальных геймпадов давно уже занята всякими MadCats, Razer и прочими ребятами. Но Microsoft решили сделать вот такой вот с одной стороны подарок, а с другой стороны заработать еще немножко денег. И, кстати, Microsoft в партнерстве с Oculus сделали такой шаг, скажем так, тоже в сторону популяризации собственной платформы. Для Oculus стандартным геймпадом будет контроллер от Xbox One. И я думаю, что это победа Microsoft в плане того, что к Oculus сейчас приковано очень пристальное внимание и рядом будет лежать контроллер от Xbox. Все довольны? Electronic Arts показали Access, некую разновидность подписок. Origin на платформе Xbox One, так я это вижу. Какие-то скидки, какие-то игры бесплатно. Но все это тлен. Лучше подписаться на канал Velsa.com, если вы этого еще не сделали. Во-первых, бесплатно, а во-вторых, доставить больше удовольствия, чем очередная FIFA. Forza 6. На нее, наверное, возлагают большие надежды. В зал спустили Ford GT, которая возвращается в гонки Le Mans. Но Forza, на самом деле, на мой взгляд, выходит слишком часто. Ее поставили в каком-то смысле на конвейер. Тут тебе Horizon, тут тебе еще что-то, тут тебе шестая часть. Но, с другой стороны, компания может, компания делает. Гонки всегда нужны, гонки всегда важны. Такой специфический, на мой вкус, жанр, где, с одной стороны, можно каждый год выпускать, с другой стороны, народ упарывается и может кататься в Gran Turismo 5, и им больше ничего не надо. Но, тем не менее, гонки должны быть на платформе, и Microsoft это понимает, поэтому... Today, с Forza 6. Просто не нужно слов. Dark, мать его, Souls, мать его 3. На PS4 недавно вышел Bloodborne, а это, в общем-то, Dark Souls 3. Зал встречал его бурными аплодисментами. Это очень крутая игра. Ждем... Знаете, это такой pure action, когда нужно угореть по боевке. Вот это Dark Souls. Вот это вот оно. Поэтому нет оснований думать, что кто-то что-то залажает, и как минимум вторая часть, вышедшая, ну, относительно недавно, кстати, снискала хорошую прессу, хорошие отзывы игроков, так что третья часть должна быть огненная вообще. Microsoft уделил достаточно много внимания инди-проектам. Мне понравился Cuphead. Очень крутая анимация, очень классно сделана, стилизована. Презентовали выход игры классно. 1936 год плюс 80 лет. Вот такое люблю, когда, знаете, стиль просто от А до Я. Ну, и еще компания представила некую программу Xbox Preview, которая позволяет получить ранний доступ к играм. Это не early access, а нечто посередине. Но, наверное, это хорошо для тех, кто хочет. Хотя я думаю, что вот эти все беты бесконечные, которые дают попробовать, поиграть, это все от лукавого. Сделайте игру, упакуйте ее, продайте, и я в нее поиграю. Или выпустите демо-версию. Вот эта бета глючная мне не нужна. Ну, наверное, только для сетевых игр это имеет значение, где просто по-живому правят баланс. Но, тем не менее, я как-то к этому отношусь строго нейтрально, с уклоном в негативно. Но инди, наверное, здорово, потому что Sony не уделяет должное внимание сегодня инди. Они когда-то отошли в сторону, Microsoft подхватил знамя и бежит с ним встречать не знаю кого. Светлое будущее. Создатель DayZ презентовал новую игру. Сказать, что она была встречена, ну, так-сяк, ничего не сказать. А после презентации все шутили, чувак, ты доделай DayZ, иди делать другую игру. Что за мания бросать все на полпути? Наверное, это, кстати, бич современного геймдева, когда многие именитые, не очень дизайнеры, продюсеры, режиссеры, все, кто занимается созданием игр, как-то очень увлекаются процессом и забывают, что игру надо выпустить. Как Питер Малинье, помните, который рассказывал, что он делает вообще госмос, а на выходе получалось что-то не то, что он видел. Ну, такой вот человек. Хотелось ему сделать по максимуму, а потом приходили злые люди, которые платят деньги и начинали бить по рукам. Вот, собственно, поэтому Питер и отчалил из большого геймдева. Новый Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider. Microsoft очень хитро называет его эксклюзивом на празднике 2015. Очевидно, что потом игра появится и на других платформах, но сначала у Microsoft. Это такой полу-анчартед, потому что Tomb Raider выглядит очень круто, да, что предыдущий перед запуск серии удался, что эта игра, по крайней мере, по первым и геймплейным роликам, и представлению, и того, как рассказывают о том, что туда вложено, какие технологии использованы. Очень-очень круто. Верю, жду, прям вот зашло. Я вообще, опять же, не очень большой любитель подобного жанра и сеттинга. Вот это лазить, прыгать, и Tomb Raider мне никогда не нравились, но предыдущую версию я прошел аж два раза. Сначала на Xbox, а потом на Mac, когда она вышла в расширенной, улучшенной версии. Так что я лично очень-очень жду, и я не думаю, что это кого-то сподвигнет купить Xbox One, если у него его нету, но как минимум получить удовольствие от того, что он у вас уже есть, вот это круто. Очень понравился сборник 30 лучших, наверное, игр от Rare. Мне кажется, подобные вот бандлы очень крутые, тем более, когда это уникальная студия, которая делает и делала очень крутые игры. Показали Sea of Thieves. Ну, так себе, на самом деле, мультяшные пираты сражаются за мультяшные сокровища. Окей, не будем заходить далеко, но это здорово. Но после этого пошло мясо, и показали Gears, который теперь не Off War, а просто Gears 4. Выглядит потрясающе, но, как мне подсказывает мое, наверное, некое подсознание, Gears of War неспроста исключили из названия, прав на это, скажем так, IP названия нету, поэтому, извините, раньше Epic делал, теперь Epic не делает. Ну, собственно, Клифф Близзинский, помните, бэдэс-чувак ушел из компании, видимо, некому делать Gears. Но, кстати, Gears of War выходит еще и в переизданном виде, 1080p, 60 FPS. Блин, это очень крутая игра, серьезно, с этого начиналось мое знакомство с Xbox 360. Опять же, очень крутой кооператив, поэтому, прям по-хорошему завидую тем, кто впервые поиграет в подобный проект, улучшили графику, улучшили ощущения, оптимизировали какие-то моменты, красота. Ну и Gears 4 очень ждем, правда, выходит еще хрен знает когда. Представили Fable Legends, некий free-to-play по Fable, несмотря на то, что Lionhead уже, ну, во главе с Питером Мулини, опять же, не занимается этой игрой. Fable — это прикольная вселенная, которая вот так вот развивает, двигает, но она куда-то уже кузуалилась совсем. И, кстати, о кузуалках. Показали Minecraft для HoloLens. Выглядит совершенно футуристически, совершенно нереально. Те, кто пользовался HoloLens, говорят, что выглядит на самом деле это вот подобным образом, то есть нету ощущения перспективы. Но это пока концепты, прототипы и вообще непонятно что. Допилят, но то, что показывают, очень-очень круто. Вот так вот руками играть в Minecraft на столе — это мечта многих, я думаю. И вопрос даже не в том, что это детская история или нет. Это реально какие-то совершенно новые, совершенно чумовые ощущения. Это даже не виртуальная реальность, полный отрыв башки. В конце у меня два вопроса. Куда делся Kinect? За время презентации о нем не вспомнили вообще ни разу. Если еще недавно это была неотъемлемая часть Xbox One, то сегодня за всю презентацию его не упомянули. И это очень-очень странно, как, собственно, и отсутствие Quantum Break. Помните, да? Remedy, сериал, плюс игра. Все это казалось очень концептуально, очень интересно. А сейчас и ничего не осталось. Ну, ну, окей. Это было мое первое впечатление о презентации Microsoft Xbox. Пишите в комментариях свое. Я пошел играть во все, что здесь представлено. Очень хочется потрогать даже не столько Tomb Raider, сколько Лару Крофт. Она здесь недалеко стоит. А вы, в том числе, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Давайте уже подписывайтесь. Подписывайтесь на мои социальные сети. Twitter, Instagram, ВКонтакте к вашим услугам. Принимайте участие в конкурсе Wilsa E3. Все, что нужно сделать для того, чтобы выиграть 50 тысяч рублей на технику Apple, это, собственно, ретвитить, репостить сообщение от меня с хэштегом Wilsa E3. Все очень просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И.Семкин Корректор А.Егорова There are those satisfied by common pursuits and those for whom the extraordinary will never be enough. Итак, задерживайтесь. pf Субтитры создавал DimaTorzok